МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отгремели салюты, отыграли марши. Страна отметила главный праздник – День Победы. Парад 21-го года в Хабаровске стал масштабнее всех предыдущих. В торжественном построении приняли участие более трех с половиной тысяч военнослужащих. Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! Воздушную часть парада из-за погоды пришлось сократить, зато сухопутной военной техники было представлено больше, чем раньше – 160 единиц. Легендарный Т-34, за ним современные танки, гаубицы и новинка парада – техника в арктическом камуфляже. На трибуне в числе самых почетных гостей участников Великой Отечественной войны не было. Пришли те, кому позволило здоровье – труженики тыла, дети войны. Многим детям сегодня уже за 80, но это говоря официальным языком. Вам 18, мне 22. Каждый год я на параде. Я несовершеннолетний узник фашистского концлагеря – раз, пенсионер – два, ветеран вооруженных сил три и ветеран космодрома Байконур-4. Я родился в концлагере в городе Райхенберге. А после в Чехословакии нас освободили. Нас трое детей было. И я до сих пор помню, что папа – это было первое наше лицо, в каком смысле. Кормилица наш. А так бы мы дети войны, я 42-го года рождения. И в каком смысле? Мы бы умерли с голода. Да, я ребенок, и работала 13 лет уже на войну. Я работала на полях, продукты все складывали, зерно, хлеб, все. Мой папа участвовал в Сталинградской битве знаменитой. Потом брал Берлин, Дрезден и вернулся домой. Но домой вернулись далеко не все. В годы войны на фронт ушли 120 тысяч жителей Хабаровского края. 47 тысяч остались на полях сражений. Их имена высечены на пилонах мемориала славы в Хабаровске. Георгий Анисимович Пурдик в числе тех, кто с войны вернулся. Для него 9 мая двойной праздник – День Победы и День Рождения. В этом году участнику Великой Отечественной исполнилось 95. На войну из родного Богородского ушел мальчишкой. До 10-го класса учился. Ну, в мае надо было экзамены сдавать. А нас в апреле 44-го года призвали. И пришлось, как Богородска, 200 километров до Декастры, Тополей. Новобранец попал в роту связи 432-го краснознаменного Волочаевского полка. Азбуку Морзе помнят и сейчас. Ну, допустим, Пурдик. Ти-та-та-ти-пэ. Ти-ти-та-у. И что не забыл? Азбуку Морзе. Потом радиста перебросили на Сахалин, где он служил до самого окончания, Второй мировой. Вот мы и получили как раз мое дежурство. Война, когда с Японией шла, я дежурил. Получаю радиограмму. Япония капитулировала. Война окончена. Тут салюты начались. Кто с чего? Кто с винтовки, кто с пулемета, кто с миномета, с автомата. Ну, салютовать начали. 9 мая, День Победы, и в свой юбилей Георгий Анисимович принимает поздравления от первых лиц края. Алло, слушаю Михаил Владимирович. Георгий Анисимович, от всей души, с днем рождения, с юбилеем и с днем победы вас. Спасибо большое. Для меня большая честь. Здоровья вам. На груди ветерана медаль за победу над Японией, медаль Жукова, орден Отечественной войны второй степени. Правительство края рядом. Всегда с вами. Спасибо большое. Спасибо. Честь и слава для меня. Краевые власти поздравили всех, чья судьба оказалась связана с Великой Отечественной. Ко дню побед ветераны получили не только поздравления, но еще и единовременные выплаты из регионального бюджета. Уже второй год подряд в повышенном размере. В 10 раз больше теперь получают инвалиды, участники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших. Этих ветеранов в крае 365 человек. Поддержку в 3000 рублей получили отружники тыла и совершеннолетние узники фашизма. Дети военного времени, как и прежде, получили по одной тысяче рублей. Здравствуйте. Гостей ждете. Непосредственных участников Великой Отечественной войны в Хабаровском крае осталось всего 223. С каждым годом внимание к ним все пристальнее. Каждому помогают адресно. И не только перед праздником. Волонтеры и работники социальных служб – частые гости у ветеранов. Побывали они и у Ефима Петрушенко. Он начал служить в 43-м, когда ему исполнилось 16. Ну, вначале, на вроде, страшно, конечно. А потом привыкли. Кому-то так и надо. На Первом Дальневосточном фронте командовал противотанковым орудием. День победы встретил в Северной Корее. За два года ни одного ранения. Хоть и со смехом вспоминает, как страшно мерзли зимой. Зимой на улицу спать не очень приятно было. А ложились обычно 2-3 человека. А я вот не мог спать в средине. Хоть я командиром орудия был, но я не... Я с краем проснулся, замерз. По хозяйству ветеранам помогают дочери. И соцработники очень кстати. В этот раз ему привезут новый слуховой аппарат. Старый забарахлил. А в прошлом году помогли с ремонтом в ванной комнате. Заменили сантехнику, трубы поменяли ему. Это безвозмездно. Мы искали сами спонсоров. Они откликаются. Именно для участников и спонсоры отвлекаются. Особенные поздравления для ветеранов-железнодорожников. В ежегодный праздничный рейс отправился поезд Победы. Локомотив «Ровесник Победы» был построен в США в 45-м по советским чертежам. Сейчас он блестит. Миссия почетная. А до этого паровоз 40 лет отработал на железной дороге. На три года дольше путейский стаж у Серафимы Харитоновой. Она в числе главных пассажиров. Я вообще-то с Воронежской области партизанчила. Пережила войну, оккупацию. Четыре месяца с немцами. Там самое земля и небо горело. Вот я оттуда. Пусть он в землю сбережет родную, а любовь к счастью сбережет. Я 11 лет ходила партизанчила. Но мы не одна, я. В деревне девочки больше ходили. А пацанов расстреливали. Когда спасали раненых в деревне, это я вот хочу сказать вам это. И то 18 парней только с нашей деревни бандеры расстреляли. Где-то я положила, а теперь не знаю свою фотографочку. Куда делаю. Которые... Ну, партизанчила я. Фотографии показывают уже дома. В поезде от волнения не могла найти. Вот партизанки, где я. Это во время 43-й год, начало 44-го. Вот они партизанчили и я. Ну, мы, говорю, если живы будем, то память будет. Яички набрали на поле. Ну, диких птиц. Это еще так не бомбили. Это нам было по 8 или по 9 лет. Еще не оккупированы. На оккупированных территориях Сима держала связь между своими. Из ржавицы в Островку через окопы и блиндажи носила письма. Ночами, после тяжелой работы. Сажали картошку, свеклу, говорю, сахар, чтобы песок был, сахар. Сеяли с бутылки. Какие? Не сеялки, ничего. Ну, все разрушено. Вот даже не представлять. Я вот не прибавляю, как есть. Это дети все делали. Уже после войны, в 50-х, семья переехала с запада в Вяземский район. И здесь тоже было нелегко. Приходилось выполнять мужскую работу, валить лес, управлять трактором. А потом полвека счастливого замужества, дети и 43 года на железной дороге, монтером пути. И сейчас уверена, главное – это честно трудиться. Я желаю молодежи быть честными, бойкими, любить свою родину и никогда никуда не уезжать, кучиться и работать. Ну, не получилось в учебе, значит, пусть работают. И самое главное – на земле. Тогда у нас все будет изобилие. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. В Доме ветеранов – песни, поздравления, стол и солдатская каша. Так День Победы отмечают здесь каждый год. Они нас кормят каждый год. Мы привыкли. Хорошая каша. Можете попробовать. И самое главное – мирного неба над головой. И, конечно, большой концерт. На сцене артисты и военные. Среди ветеранов уже нет тех, кто сам в далекой войне держал в руках винтовку. Но войну здесь помнят. Про военные годы. Ну, я уже… Война началась мне как раз исполнилось 6 лет. Я уже все понимала, все помню. Трое, я старшая, трое детей на мне. Мама на работе. У нас… Мы жили на 24-м километре, Владивостокского шоссе. Папа строил дороги и мосты. Мы его не видели. Подружинка, бой, не бой, не услышит дорогой. Он на фронте, он в бою проливает кровь свою. Мы не голодали лично, мы не голодали. Работали. В тайге огород распахали. Сделали 5 километров пешком до этого огорода. В 5 часов подъем дойдешь. Все делали. Много было кукурузы. Сажали кукурузу. Так что голодать, вот так, чтобы голодать, не голодали. Хлеба не хватало, понятно. Тамара Ивановна, коренная дальневосточница, почти всю жизнь прожила в поселке Мухен. В местной школе преподавала русский язык и литературу. Родилась и росла под Хабаровском. Хорошо помнит и свою учительницу, которая вдруг опоздала на урок в ту среду, 9 мая. Ждем, сидим. Нет нашей учительницы, урок не начинается. Мы уже большие, 10-летние, 3-й класс. Нету нашей учительницы. Приходит Александра Ивановна вся заплаканная. Что случилось? Плачет. Победа, дети! Идите, и всем говорите, что победа! А у нее перед победой, как раз в Берлине, пришла похоронка. Буквально за 2 дня муж погиб. Вот я и побежала, как все мы побежали, я побежала. Помню, на переказу, это фармзавод, школа в районе химфармзавода была. Помню, моряк такой в форме весь стоял. А я бегу и кричу, победа! А он, скажем, бросил, на колени встал. И землю, целую землю. Пусть впереди у нас еще опасности и горести. Грузовичок, фронтовичок, кони на третьей скорости. Потом были нелегкие послевоенные годы и целая жизнь в заботах и трудах. Отдыхать Тамара Ивановна не научилась даже на пенсии. Издала сборник собственных стихов, проводит праздничные концерты и продолжает заниматься с детьми. Я сейчас хоть не работаю в школе, но я держу связь со школами, с гимназией. Школа пяти героев. Вот через дорогу у нас. Знаете такую школу? Из двух классов. 26 погибло. А из одного класса пять героев Советского Союза. Вот такая рядом школа, конечно. Я туда хожу. Они к нам ходят. Четвертая гимназия восточных языков. Я там постоянно. Не гость. Я провожу уроки мужества, памяти, славы. Активность ветеранов поддерживает и поощряет Краевой Совет. Вместе готовились и к 9 мая. К 9 мая огромная работа проведена была. Во-первых, памятники привели в порядок. А во-вторых, так готовились. Концертные программы везде были. Митинги. Тысячу уроков памяти провели. И акции «Нет забытым могилам» провели. И акция «Георгиевская ленточка». Мы все поддержали эту акцию. И социальные работники вместе с нами. Ну, то есть, все получилось замечательно. Я думаю, что мы справились. Чтобы пожилые люди могли получить адресную помощь и жить активной жизнью, Краевой Совет ветеранов тесно работает с региональными ведомствами. Минкультом, Минздравом, уполномоченным по правам человека. Выступает и с законодательными инициативами. Например, в отношении детей войны. Теперь мы вышли с предложением, чтобы специальные дома для ветеранов, которые выстроены, есть места. И мы вышли с предложением, нельзя ли туда поселять детей войны, которые живут без удобств. И это нашло отражение в законе Хабаровского края. И это уже можно реализовывать, так сказать. Еще более масштабными задачами займется Краевой координационный совет. Он создан по инициативе Михаила Дегтярева и объединяет все 45 ветеранских организаций региона. Это цель номер один. Вторая цель – это координация деятельности органов исполнительной власти в интересах ветеранских организаций. Есть статья 25-я закона о ветеранах. Там говорится о том, что органы государственной власти, как федеральные, так и региональные, так и органы местного самоуправления должны оказывать содействие деятельности общественным объединениям ветеранов. Вот механизм оказания этого содействия – это и есть координационный совет. И это далеко не все, чем будет заниматься координационный совет. Михаил Дегтярев уже провел первое заседание. Как будет взаимодействовать власть и ветеранские движения, мы расскажем в следующей программе «Ветераны». Редактор субтитров А.Семкин